Похож на Пушкина и очень талантлив. Так говорят об одном 9-летнем мальчике, педагоге и друзья. Сегодня, в день рождения великого русского поэта, наш корреспондент Ирина Ромадова побывала в гостях у маленького чебоксарца. А кроме того, успела познакомиться с не менее интересным тезкой поэта, певцом Александром Пушкиным, и выяснить, как ему живется с таким именем. Эту фотографию мама Вани Таратина сделала в Третьяковской галерее, чтобы показать педагогу сына и удостовериться, действительно ли мальчик похож на великого поэта. Моя учительница по фреде Анжела Викторовна. Когда я первый раз пришел к ней на урок, она мне сказала, что я юный Пушкин. Обычно же всегда, если кудрявый, то все, Пушкин, Пушкин. Его, на самом деле, очень многие называют Пушкиным. Стоит ему где-нибудь появиться, неважно, в троллейбусе, мимо остановки, где бабульки на рынке стоят, продают что-то. И все, о, Пушкин! Как известно, Александр Сергеевич, кроме поэтического дара, обладал множеством других талантов. Прекрасно рисовал, писал эпиграммы, танцевал, был хорошим наездником и безупречно говорил по-французски. Ваня стремится не только внешне соответствовать юному Пушкину. Он тоже очень любит читать, рисовать, занимается спортом и учит иностранный язык. У него музыкалка среда, суббота точно, потом английский, понедельник, вторник, четверг, пятница, художка была по субботам. А, теннис у него был в пятницу и в воскресенье. Мне кажется, сложно, когда заставлять нужно детей чем-то заниматься, а когда ему дашь направление, ему интересно становится, уже нет сложностей. Он, значит, может прийти и сказать, мам, можно я пока вот отдохну, я уроки потом сделаю, а сейчас я почитаю. У меня есть книга, в которой я сейчас как раз начал читать, «Жизнь великих детей», там рассказывается тоже про Пушкина, и там я его сейчас дочитываю. Об успехах мальчика в разных областях говорят его многочисленные награды. Дипломы, грамоты, кубки. С флейтой, например, Ваня побывал уже на многих конкурсах и фестивалях в разных городах России и даже Европы. У Вани есть еще одно увлечение – археология. Он ездил со взрослыми на раскопки, а потом выступил с результатами своих исследований на научно-практической конференции. Интерес к историческим событиям в нем вызвал опять-таки Пушкин. Его песнь о вещем Олеге мальчик цитирует наизусть. Конечно, Ваня и сам пробует писать стихи. Но, несмотря на все успехи в творчестве и разных науках, Ваня уже твердо решил, с какой профессией свяжет свою жизнь. А вот другой наш герой не мыслит своей жизни без музыки. Он заканчивает Чувашский институт культуры и искусств по специальности академический вокал. Романс на стихи Александра Пушкина исполняет Александр Пушкин. Молодой человек уже привык к удивлению окружающих, когда те узнают, что он тезка великого поэта. Назвали меня в честь дедушки. Дедушка была Александр Сергеевич Пушкин. В садике нормально было, в школе еще веселей. Я, когда привели его на подготовительные еще курсы, просто улыбнулась. Я говорю, Александр Пушкин. Конечно, было удивительно. Оказался парень очень такой простой и вместе с тем и непростой. Талантливый очень парень. Нет, стихи Саша не пишет. Но педагог отмечает необыкновенную музыкальность парня и хорошие вокальные данные. Изначально Саша учился играть на баяне, но после окончания музыкального училища решил поступать на вокал. И не зря. Он уже не раз становился лауреатом международных и всероссийских конкурсов. Любит исполнять разную музыку, но больше все-таки романсы и арии из опер на стихи Пушкина. Написано очень много романсов на стихи этого знаменитого поэта. Также много опер на его либретто сложено. Я исполнял Арию Онегина на младших курсах. Возможно, имя и фамилия великого поэта положительным образом скажутся на дальнейших успехах Саши Пушкина. После окончания института он собирается и дальше оттачивать свое вокальное мастерство. Ирина Ромадова, Вадим Владимиров, Вести Чебоксары.